Всем привет, с вами Мистерия. Как работали шариатские суды в независимой Чкерии? С 1996 по 1999 год в независимой Чечне функционировали шариатские суды, вытеснившие с собой традиционные светские судебные органы. Несмотря на резкий разворот большинства чеченцев в сторону традиционного ислама, закона шариата приняли далеко не все. Шариатский суд Чеченской республики Чкерия был учрежден указом президента Зелимхана и Антарбиева в декабре 1996 года. Любопытно, что за основу шариатского законодательства в Чечне был взят уголовный кодекс Судана, отличавшийся строгим следованием традиции мусульманского права и суровой системы наказания. Традиционно шариат предполагает три вида наказаний. Хат за пьянство, азартное, имя клевету, разрад, как правило предусматривает публичные удары палками. Кисас убийствует тяжкие телесные повреждения, позволяет заглазить вину деньгами. Тазир, половая распущенность, воровство, неподчинение властям. Включают широкий спектр мер. От назидательной беседы до смертной казни. Нужно сказать, что в Чирии жесткие виды наказания, характерные для стран с радикальным исламом, как отрубление рук или сбивание камнями, фактически никогда не применялись. Чаще всего уголовному преследованию по законам шариата подвергались увлеченные в воровстве или употреблении алкоголя. Наиболее распространенное наказание – удар палками. Их старались совершать не в публичном месте, хотя именно правонарушители сразу становились известны общественности. В 1992 году появилась первая конституция Чеченской республики, в которой Чечня объявлялась светским государством. Не собирался исламизировать Чечню ее первый президент Джохар Дудаев. Однако начало российско-чеченского конфликта разбудило в республике радикальные силы, которые способствовали введению в Чеченской республике института шариата, что и зафиксировал Яндорбиев. И все же народ в основной массе противился превращению Чечни в теократическое исламское государство, не было у рядовых чеченцев единства и в отношении к шариатскому праву. Показательно, что против шариата высказывалось большинство чеченской интеллигенции, представителей суфийского духовенства. Своё несогласие они мотивировали тем, что в республике нет людей, досконально знающих нормы шариата и умеющих вести судопроизводство. Тем не менее, с переходом к власти Аслана Масхадова, несмотря на его борьбу с ваххабизмом, шариатские суды расцвели пышным цветом. Они работали как в гражданских, так и в полевых условиях. По мнению политологов, Масхадов таким способом хотел обуздать многочисленные преступные группировки. Не взирая на примат закона, порядок так и не был восстановлен, а республика быстро деградировала. Работа шариатских судов оставляла много вопросов. Отсутствие традиции должной подготовки чеченских судей приводили к многочисленным нарушениям и злоупотреблениям. Для устранения этой проблемы республиканские власти решили открыть в Гудермейсе ускоренные курсы обучения шариатских судей. Однако перекосов в судопроизводстве это не устранило. Чаще всего шариатский суд использовался для сведения счетов с политически неблагонадежными чеченцами. Так, в августе 1996 года по нормам шариата был осужден бывший верховный муфтий в Чечне Асламбеков, который сначала под давлением Дудаева объявил священную войну России, а после гибели последнего отказался от своих слов. По приговору шариатского суда Аслабеков публично получил 80 ударов палками. Но особенно жестко карали законы шариата тех, кто был уличен в сексуальном разврате и плавой распущенности. К примеру, рассмотрев дела при любодеянии молодого человека и женщины, председатель Верховного шариатского суда Батукаев приговорил обоих к смертной казни, что и было исполнено при большом стечении народа. Такая мера должна была устрашить тех, кто еще помышлял о таких грехах. Как отмечают правозащитники Верховному шариатскому суду, Чкирей был неведом принципа беспристрастности. За деньги судьи могли вынести фактически любое решение. К примеру, в 1999 году суд рассматривал дело об изнасиловании русской девушки. Хотя все улики были налицо, злоумышленник получил лишь условный срок. В том же году из следственного изолятора в Горзном бежали 32 особо опасных преступника, приговоренных к шариатам за убийство и похищение людей к различным наказаниям, в том числе к пожизненному заключению и смертной казни. Министр шариатской госбезопасности Арсаев и не скрывал, что сбежать им помогли охранники, шариатские гвардейцы, которые скрылись вместе с преступниками. Простые чеченцы, даже из числа самых ревностных мусульман, все больше разочаровывались в шариатских судах. Негатив у них вызывали как сами судьи, так и правоохранители, призванные реагировать на нарушение норм шариата. Малоимущие граждане прекрасно осознавали, что добиться справедливости в споре с состоятельными чеченами через шариатский суд у них нет никакой возможности.